В Марусине провели встречу с жителями. Люберчане задавали вопросы руководству муниципалитета, представителям управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций, сотрудникам полиции. С какими вопросами обращались, расскажем в сюжете. У меня были и представители собственников, и вы тоже у меня были. Там у них нет компромиссов между собой. У них один дом признан непригодным для проживания, второй нежилой, и один только дом по суду признан пригодным для проживания. Вопросов у жителей много. Переселение из аварийного жилья, открытие в Марусине почтового отделения и офиса МФЦ. Сергей Панов пришел от лица жителей улицы 8 марта. Они обеспокоены, что рядом с Наташинской церковью могут начать стройку. Уточнил, что заброшенные здания снесутся. Одно уже снесли, одно еще на этапе сноса находится. И на этом месте ничего строить не будут. Боялись жители, что будут строить многоуровневый дом. Но так как земля попадает в природоохраняемую зону, к собору, то строить там многоэтажный дом не будут. Председатель управления СНТГ Долгий Лук Дмитрий Лопашова интересовали сроки очистки русла реки Чернавки и качество содержания ливневых колодцев. С Люберевским водоканалом там проблем нет. Они же тоже не все могут глазами сразу увидеть. Поэтому не проводятся эти встречи для того, чтобы донести те места, где они не увидели. Ответ всегда будет положительный. На встрече рассмотрели вопросы благоустройства дворовых территорий, работа уличного освещения, организацию безопасного движения вблизи школы в Марусине, продление 31 маршрута до ЖК «Кореневский форт». Все обращения зафиксированы и приняты в работу. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.